Всем привет! Продолжаем осваивать программу Sculptris совместно с The Brush. Сегодня расскажу, что я тут сделал, как можно сделать определенные вещи, что и в The Brush. Давайте посмотрим. Откроем нашу модель. Эту модель я полностью делал в Sculptris. Сейчас посмотрите, что получилось. Вот такая модель у меня вышла. Тяжеловатая, конечно, получилось. Я полигоны уменьшил. Вот все вот эти детали, ну, типа Saptool, как в The Brush, я сделал полностью здесь. Наплечники, саму модель, шлем. Шлем делал со сферы полностью. Неудобно, конечно, но можно сделать, видите, что получается. Рюкзак тоже с полностью сферы делал. Все это сохранял отдельно, потом закидывал, здесь подгонял, компоновал. Давайте посмотрим, как это все работает. Нажимаем кнопку Grab, чтобы была включена вот эта вот нажатая. Зажимаем Alt. Вот мы можем переносить. А теперь модель саму смотрим. Вот так она уходит у нас. Вот мы ее посадили. Вот такой у нас получается космонавт. Самого космонавта я смотрел видео. Один парень лепил и объяснял. Ну, вот я его посмотрел, сделал скриншот и постарался сделать такое же лицо. Здесь нельзя отключать Saptool, чтобы было видно, допустим, одну деталь. Можно просто переключаться между ними. Вот так вот нажимаю на них левой кнопкой мыши. Вот у меня получается наплечники, шлем, нижняя часть шлема тоже и рюкзак. Вот все переключается. Сохранять это дело все надо вот именно вот так, выделенным файл. Иначе, если вы объедините, будет полностью сохраниться целая модель и уже разъединяться ничего не будет. В отличие от The Brush, конечно, там все Saptool сбоку. Ну, вот такая моделька у нас получилась. Допустим, если вы выделили модель, а ничего не выделяется потом отдельно, давайте добавим просто еще одну деталь какую-нибудь. Ну, вот, допустим, сферы добавим. Модель очень тяжелая, не знаю, примет, так что извините, если что-то пойдет не так. Еще программа у меня, которая пишет видео, мешает скульптрису. Вот вылетела. Загружается долго после вылета. Вот вы видите, что она не выделяется после как вылетела. Давайте попробуем ее уменьшить, чтобы предотвратить вылет. И попробуем еще раз так же сделать. Добавим камеру. И добавим сферу. Надеюсь, она ее сейчас примет. Нет, не хочет. Может, программа мешает, которая пишет видео. Все получалось. Ну, бывало, вылетала, но не так, чтобы часто. Давайте-то откроем нашу модель, чтобы была разъединена. Сейчас я покажу, что с ней можно сделать, как она импортируется в The Brush. Вот, допустим, у нас модель. Чтобы работать с ней в The Brush, нужно ее разъединить полностью. Вот так вот, пошире. Нам это очень понадобится потом. Все, вот мы разъединили модель. Теперь мы ее сохраняем в общ. В папку или куда вам надо, где вам удобно. Вот идет сохранение. Затем мы ее в таком виде забрасываем в The Brush. Здесь она кажется полегче. Хотя тоже есть у нее и сетки, и полигоны. Полигонов, наверное, очень много. Потом постараюсь их чуть-чуть уменьшить. Но работать с ней здесь нельзя. Она высвечивается, ну как, установилась вот только так. И зачем мы ее разделяли вот так вот на детали, чтобы подальше они были. Нам теперь вот это все дело, если мы хотим работать с этой моделью в The Brush, нужно теперь вот это все превратить в Subtools. Вот.